Многие из нас идут, едут, пересекают в рамках привычных ежедневных маршрутов улицу Циолковского. Пожалуй, даже не задумываясь о том, что названа она в честь великого ученого, основоположника практической космонавтики, чья судьба неразрывно связана с нашим городом. То же самое с улицей Гагарина. Подумать только в честь первого человека в космосе дано имя этой улочке, ведущей к радиоуниверситету, где сегодня студенты, преподаватели и молодые ученые продолжают приближаться к космосу, разрабатывая новые технологии. Именем космонавта назван в нашем городе еще и парк. К сожалению, парк долгое время, последнее время остается малоблагоустроенным, только более-менее частоту соблюдают. А так, такому парку, да еще бюст Юрию Алексеевичу Гагарину, который, кстати, сделала скульптору Саченко, которая отсюда недалеко и жила. То есть она подарила городу его изображение, по-моему, гранитное. И установить его на постаменте, на красивом, это, я считаю, долг всего нашего города, потому что к космосу мы имеем прямое отношение. Он существует, даже в нескольких вариантах. У нее было Антонина Петровна Саченко, она делала несколько вариантов. И вот один из них стоит в музее школы номер 16, музей космонавтики. Поселок Приокский, который принято считать окраинным и отдаленным спальным районом, на самом деле насыщен космосом. Мы стоим в той части парка имени Гагарина, который примыкает к улице космонавтов. На здании школы номер 68 большой выложенный портрет космонавта в торце школы и кинотеатр «Космос». Вот четыре таких объекта было в одном поселке Приокском. Кстати, здесь же должна быть и улица имени Гагарина, но с постройкой в начале 60-х годов радиоакадемии решили присвоить улице Большой, переименовав ее в улицу Гагарина. А так было бы здесь пять объектов, связанных с космосом. А на выезде из района уже на Московском шоссе гордо возвышается клуб планетарий, однако ныне не действующий. Да и в те времена, когда функционировал, известный своим запущенным состоянием. Еще до недавнего времени здесь играли концерты, рок-музыканты и собиралась неформальная молодежь. Роль настоящего планетария в нашем городе мог бы сыграть Николаемской храм, тем самым продолжив космическую композицию. Памятник улица, посвященная Циолковскому. Но его так и оставили храмом. Вот этот куб огромный должен быть облицован стеклом, красивыми такими зеркальными, большими панорамными стеклами. То есть такое сплошное остекленение с обсерваторией наверху с планетарием. И рядом будто бы даже собирались сделать площадочку, где макет дирижабля в натуральную величину, который изготовил Циолковский. Почему там? А дело в том, что получался бы такой комплекс памятников, связанных с основоположником космонавтики. Арт-клуб «Планетарий» – Рязанский ночной клуб, который находился в здании кинотеатра «Москва». Днем рождения клуба считалось 12 апреля 1996 года. Клуб был открыт после частичной перестройки внутренних помещений кинотеатра. Есть в нашем городе и обсерватория. Правда, она тоже не действует. Располагается огромный телескоп с поднимающейся крышей на главном здании РГУ имени Сергея Есенина. Вот только конструкция сломана, поэтому наслаждаться звездами астрономам приходится с помощью значительно менее мощной техники. О том, чтобы починить обсерваторию, не идет даже и речи. Хотя она могла бы стать наряду с «Планетарием» настоящей изюминкой и интересным объектом, как для жителей города, так и для приезжих гостей.